По-прежнему накаляет обстановка Украина. Сломить Беларусь не удалось ни политически, ни экономически. Партнер номер один Москва. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь, и сегодня мы поговорим о самых важных и актуальных новостях. Пропаганда Российской Федерации совместно с Путиным рассказывает о том, что в Украине ущемляют российский язык. Также они говорят о том, что они чуть ли не националисты в собственной стране, потому что не любят этот самый русский. Только вот кто именно выдавливает из Украины этот самый русский язык, показали опросы. Еще в 98 году при вопросе, хотите ли вы убрать русский язык из учебной программы Украины, 0% заявило, что хотят убрать. Только уже в 2019 году этот показатель возрос до 8%, а в 2023 году 52% сказало, что хочет убрать из школьной программы русский язык. То есть по факту русский язык уничтожает в Украине лучше всех сам Путин. Минская область, деревня Островки. Вот такая вот стихия. В общем, ничего нового. Ну, знаете, в деревне явно же нет ни канализации, ничего либо подобного. Ну, ведь Айти же страна Беларусь, поэтому оно должно было каким-то образом сама испариться. Ну, а по факту асфальта нет, в землю впитается, по грязи люди, ну, недели две походят, и вроде бы как дорога появится. Стратегический бомбардировщик Б-52Х ВВС США, способный нести ядерное оружие, вышел на позицию пуска ракет по Санкт-Петербургу. После этого американский бомбардировщик сделал резкий поворот и ушел в направлении Прибалтики. И теперь вопрос к россиянам. Кто из вас хотел ядерную войну? Ваша ПВО ровно такое же, как и Лукашенковская ПВО. Только на телевизоре, как и армия в принципе. Всего 3% украинцев относятся к Лукашенко положительно. До войны этот показатель был гораздо-гораздо выше. И в 2020 году мы украинцам говорили о том, что Лукашенко не тот колхозник, как себя позиционирует, который сохраняет рабочие места, который любит колхозы и деревни. Нет, диктатор безжалостный тиран, лицемер, лжец и обманщик. Теперь украинцы это осознали и поняли. И чем больше людей вокруг диктатора осознают это, тем лучше. Ведь то, что диктатор о себе показывает и то, что он из себя реально представляет, совсем две разные картины. Читатель прислал видеокадры, которые заснял на видеорегистратор. Как в районе Ивацевич по Олимпийке в сторону Бреста в сопровождении мусоров перевозили две установки. Они очень похожи на межконтинентальные баллистические ракеты. Это было 5 марта. Что Лукашенко притянул еще в Беларусь, остается пока загадкой. Но чем больше Лукашенко привозит подобного оружия из России в Беларусь, тем больше вероятности того, что Беларусь так или иначе пострадает от действий синепалого диктатора. Так или иначе. Что думаете вы? Было ли это баллистическое оружие или что-то другое? Напишите в комментариях. Беларусь, если можно его назвать беларусом, воюет на стороне Российской Федерации. На Донбассе. Тут все зависит, надо просто подбирать человека. Во-первых, интерес. Если человеку не интересно, если его это на приказном порядке, можно даже не рассматривать. Можно сразу говорить, давай, мальчик. И беларусские пропагандисты его восхваляют, пиарят на беларусском ТВ. Люди понимают, что я их не бросаю. Конечно, уеду. То есть это вообще, мне же присягу давал. Боец с позывным Беларус сегодня один из самых продвинутых операторов БПЛа в Донбассе. Вот что, это святое. И тут важно понимать, что, во-первых, это не Беларус, ну а во-вторых, беларусские пропагандисты по факту снимают человека, который должен сидеть в Беларуси в тюрьме. Так как он участвует в военных действиях, а это напрямую запрещено законодательством Республики Беларусь. Хотя мы с вами все прекрасно понимаем, что Лукашенко так или иначе отправляет беларусов на войну. Вроде бы как и в войне не участвует. Но тех, кто ему прислуживает и кто поддакивает Лукашенко, так или иначе участвуют в этой войне. Не только предоставлением территорий, но и отправлением какого-то континента людей на эту самую войну. Это не Беларус. И все те, кто воюет против Украины, не являются беларусами. Они такие же оккупанты, которые также понесут за это ответственность. Друзья, и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Беларусь Live. Следите за нашими рубриками, будет очень интересно. Папа Римский заявил, что он готов посетить Киев. Но при условии, если он сможет посетить и Москву. Сразу патриарх Кирилл пожаловался о том, что, в общем-то, церковь угнетается, потому что в Украине на Печерской лавре были выдворены священники. Там долгая и длинная история, которую все вы прекрасно знаете. Что думаете по поводу этой новости? Это важно лично для меня. Напишите в комментариях. В Березино арестовали мусора мужчину, который снимал их на камеру. Хотя не факт, что он снимал конкретно их. Возможно, парень просто снимал. Через несколько часов он оказался в реанимации. Наверное, несколько раз упал. Чтобы вы понимали, он перенес 4 инфаркта и 3 операции до этого. Также он ветеран Афганистана. На войне он был дважды ранен и контужен. Но все эти заслуги перед лицом лукашизма не значат ничего. То же самое будет и с теми, кто воюет против Украины. Ну и снова ямочный ремонт. Эпичный ямочный ремонт. Вообще, на самом деле, мне кажется, что всем этим людям, которые так или иначе занимаются подобным ямочным ремонтом, должно быть стыдно. Я понимаю, что это работа, это попытка заработать хоть что-то, чтобы хоть как-то жить. Но то, что происходит в стране с дорогами, это уже полнейший сюр. Кто занимается подобным ремонтом, напишите мне в Телеграм-бот. Расскажите, как это все работает. Ну а в Новополоцке дорогу во дворах чистят так, что люди на автомобилях вынуждены ездить по тротуарам. Дело в том, что во дворах давно уже не чистят дороги. В моем дворе в городе Гомеля вообще не чистили как зима, так колея. В конце зимы такая колея, что машины в принципе и проехать не могут. Эта дорога даже рядом не стояла. Они могут по центральным улицам вычищать что-то для показухи. Как только из этой центральной улицы смещаешься, сразу видишь реальную Беларусь. В Беларуси хлебозаводы начали выпускать продукцию с двойным назначением. Булочки, которые можно размочить в воде и съесть, также можно ими и гвозди забивать. Так сказать, не тратьте деньги на молотки. Купите продукцию нашего хлебозавода. Белорусская продукция Белорусская антисанкционная продукция. Знаете, почему антисанкционная? Потому что за бугром ее точно никто не купит. Что такое прямая линия в Беларуси? Ее позиционируют как место, где человек может пожаловаться для решения какой-либо проблемы высшему руководству города, района или области. Произошла интересная ситуация, которая демонстрирует, как они желают помочь людям. Дом сдался 23 декабря. Мы заселились 31 января. Мы когда приехали в квартиру, у нас было 12 градусов тепла. И это не я обрезал данное видео. Дело в том, что чиновники, когда услышали жалобу человека, тут же отключили от эфира. И работает это так, потому что она, скорее всего, не сказала подробно, о какой проблеме будет рассказывать. Дело в том, что перед тем, как тебя отправят на эту самую прямую линию, с тобой десяток минут разговаривают люди на другом конце провода, выясняя проблему, можно ли ее пустить в эфир. В этот раз получилась накладочка. Скоро в ближайшее время мы узнаем, что кого-то из чиновников этого райисполкома уволили за несоответствие с занимаемой должностью. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, помните о политических заключенных и оставайтесь с нами. Живи Беларусь! Слава Украине! Пока! Пока!